Привет друзья, с вами Сантей, продолжаем мы рубиться в Готику 2 Возвращение 2.0 Альтернативный Баланс. В этом видосе я расскажу как выполнить квест Руда Мада. В Рудниковой долине иду через мост в сторону Храма Спящего. Вокруг стоят призраки орков. Ну как призраки, сами они не агрятся, но если кого-нибудь из них рубануть, то сагрятся сразу. А они бессмертные, так что лучше их не трогать. Незнающему игроку квест Руда Мада очень легко пропустить. Перед Храмом Спящего поворачиваю направо и тут прыгаю на скалу. У подножья скалы пасутся три драконьих снапера. Гашу их. Дальше пара гоблинов. Возле них растет вишня тролля. Из вишни тролля делается эликсир выносливости. Что, больно? Если конечно вы изучили его рецепт у алхимиков и имеете достаточный навык алхимии. Кажется, нужно 30. Дальше молодой тролль. Возле него еще одна вишня тролля. При продвижении дальше в гору будет деревянный забор. За забором много ящиков магической руды. Здесь можно подражиться магической рудой и слитками. На лавке у скалы сидит чувачок с покоцанным лицом. Это тот самый мат из первой готики. Приставучий типок, который бегал за мной и напрягал меня своими вопросами. Эй, ты кто? И откуда? Хотя постой. Я же тебя знаю. Ну конечно! Ты же тот новичок, что прикончил самого Гамеза! Ох, парень, как же я рад этой встрече! А я, как вижу, ты ничуть не изменился, мат. Все так же болтаешь без умолку. Правда, выглядеть стал... Несколько иначе, чем раньше. Ты меня вспомнил? Какое счастье, мой старый друг! А помнишь, как мы повстречались в старом лагере? Вот же было времечко, а? Кстати, а что ты тут делаешь? Э, ладно, какая разница? Теперь ты снова рядом со мной, и я уже даже перестал немного бояться. Заткнись, мат. Иначе я сейчас побью тебя, как в старые добрые времена. Ладно, ладно, как скажешь. Уже молчу. Видишь, я молчу. Хотя, если я буду молчать, как я смогу говорить с тобой? Что это за ящики? Это ящики с магической рудой. С рудой? Откуда они взялись? Они здесь были еще до того, как я тут обосновался. Их не меньше двадцати. Хм. Тогда, думаю, об этом стоит сообщить паладинам. Гарон будет очень удивлен. Надо отправиться в замок и сообщить паладинам об этих запасах магической руды. Послушай, а ты мог бы меня взять с собой, если пойдешь в этот замок? Одному мне туда точно не пробраться. А с тобой у меня есть хоть какие-то шансы. Извини, но это слишком опасно. А насколько мне помнится, ты никогда не был хорошим бойцом. Иду к лорду Гаронду доложить о своей находке. У меня есть для тебя новость. Недалеко от развалин старого города Орков, я обнаружил большие запасы магической руды. Не меньше двадцати ящиков. Неужто это правда? Если это действительно так, это просто отличная новость. Думаю, для начала тебе стоит послать туда пару своих людей. Ты прав. Я пошлю туда несколько солдат. В конце концов, это пока единственное, что я могу сделать. Что же касается тебя, то ты заслужил небольшую награду за свои труды. Выбери сам, что тебе нужно. Так как я ловкач, беру элик ловкости. Я выбираю зелье ловкости. Хорошо. Вот, возьми его. Надеюсь, оно пригодится тебе. Если прийти сюда позже, то тут уже будут стоять три паладина, которых можно обворовать АСТ кражей. Говорю с МАДом, получаю опыт. Теперь тебе не так страшно? С этими ребятами я чувствую себя в полной безопасности. Спасибо тебе, друг! Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайкосы, задавайте вопросы, обязательно пишите комменты. Всем до свидания! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!